Депутаты Госдумы рассмотрят инициативу Александра Михайлова по управляющим компаниям. Ее глава Курской области озвучил еще во время апрельского отчета президенту. Губернатор предложил лицензировать управляющие компании, чтобы усложнить жизнь нерадивым руководителям. Владимиру Путину идея понравилась. Как заставить работать коммунальные компании? Сегодня рассматривается несколько вариантов реформирования сферы ЖКХ. И один из них, введение лицензирования управляющих компаний, был предложен президенту, главой региона Александром Михайловым. Лицензирование позволит, прежде всего, поставить за сном тем управляющим компаниям, которые имеют ручку компьютер и желают управлять, и не имеют ни материально-технических ресурсов, не имеют специально обученных людей техники и так далее. К обсуждению этого предложения готовы приступить депутаты Государственной Думы. Законопроект уже подготовлен. Бороться с недобросовестными коммунальщиками надеются и с помощью самих жителей. Те проблемы, которые сегодня есть в сфере оказания коммунальных услуг, в большинстве случаев связаны с недобросовестностью управляющих компаний. Выявлять такие компании и бороться с ними можно только опираясь на институты самоуправления в среде самих жильцов. Пример такого активного участия самого населения – Курская область. За год в жилищную инспекцию поступило более 5200 обращений. По ним было выявлено более 8000 нарушений. К чести большинства компаний предписания устранялись оперативно. Однако есть примеры многократного неисполнения указаний жилинспекции. Специалисты говорят, новый закон позволит лишать лицензии недобросовестных коммунальщиков, а их руководителей дисквалифицировать на три года. Например, течет канализация, да? Управляющей компании выдается предписание, она его неоднократно не исполняет. Например, есть нарушение по эксплуатации кровли, протекает крыша. Есть деньги, есть желание жителей отремонтировать ее, а управляющей компании по тем или иным основаниям, им известным, нет желания этого делать. Это вот, на мой взгляд, серьезные нарушения. В Курске более 50 управляющих компаний, и их работу жильцы оценивают по-разному. Народ платит деньги за обслуживание. Обратного нет. Результата за плату ноль. На протяжении уже многих лет. Подъезды не касаются никого, сами убираем. Это вообще убийственно. Мне обидно. Мы моем сами, но мне обидно. Мы и цветочки расставили, но хотим, чтобы было лучше. По мнению экспертов, лицензирование позволит поставить барьер тем фирмам, которые идут в сферу ЖКХ только зарабатывать, но не работать. Тарас Степаненко, Андрей Дегтярев, телеканал СЕИМ.